В прошлый раз мы рассказывали, что такое налоговый вычет и как его получить. Сегодня эксперты ответят на вопросы, которые больше всего заинтересовали зрителей на тему налоговый вычет. На прямой связи со студией начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Ярославской области Павел Дроздецкий. Павел Анатольевич, здравствуйте. Скажите, если квартира приобретена в браке и оформлена на одного из супругов, кто в этом случае получает налоговый вычет? Поскольку в соответствии с семейным кодексом такая квартира будет считаться совместной собственностью супругов, то право на вычет по приобретению этой квартиры имеют оба супруга и каким образом они будут его распределять, указывается в специальном заявлении о распределении имущественного налогового вычета между супругами. То есть они могут отдать вычет одному супругу, могут поделить его между собой в любой пропорции для того, чтобы максимально быстро и эффективно этот вычет использовать. Какие есть особенности при получении налогового вычета при покупке квартиры в ипотеку? При приобретении квартиры в ипотеку, кроме получения вычета в размере расходов на приобретение жилья, которое ограничено у нас двумя миллионами рублей на человека, также появляется возможность получить имущественный налоговый вычет по уплате процентов по ипотечному кредиту. Его предельный размер составляет 3 миллиона рублей. Соответственно, если человек обращается за вычетом по приобретению такой квартиры, то он первоначально может получить вычет с расходов на приобретение квартиры. Затем, когда он у него исчерпается, можно предоставить документы, кредитный договор с банком, справки об уплате процентов и также заявить вычет на уплату процентов по ипотеке. А имеет ли значение банк или тип счета при подаче заявления на возврат НДФЛ? Есть ли какие-то ограничения? Сама процедура возврата налога в результате применения вычета никаких ограничений на тип счета не накладывает. Но из практики хотелось бы отметить, что некоторые банковские счета в виде депозитов или вкладов непополняемых могут не принимать денежные средства, то есть не принимать пополнения. А так, как правило, проблем не возникает. Если человек работает на нескольких работах, он обязан подавать декларацию о доходах. Скажите, при получении налогового вычета доходами с какого места работы ему воспользоваться? Ну, здесь все просто. Когда вы заявляете налоговый вычет в декларации, вы также заявляете доходы, к которым хотите его применить. Например, если вычет небольшой, то есть вычет за лечение или обучение, достаточно взять одно место работы, если суммы удержанного налога будет хватать, чтобы полностью получить ваш социальный вычет. Если это вычет имущественный, то, естественно, при заполнении декларации проще и лучше указать все источники дохода и получить налог, который удержали все налоговые агенты, то есть все работодатели по всем местам работы. Спасибо, Павел Анатольевич. Напомню, на вопрос о получении налогового вычета отвечал начальник отдела налогоблажения доходов физических лиц и администрирование страховых взносов УФНС России по Ярославской области Павел Дроздецкий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова